Из фонтанного дома пришла печальная новость. Не стало Бориса Анатольевича Архарова, директора музея Анны Ахматовой. Это большая потеря не только для его сослуживцев, но и для всего музейного сообщества Петербурга. О том, какой вклад в развитие культуры нашего города внес Борис Анатольевич, мы поговорим с Ниной Ивановной Поповой, президентом Санкт-Петербургского благотворительного фонда друзей музея Анны Ахматовой в фонтанном доме, создателем и первым директором музея. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Нина Ивановна. Примите, пожалуйста, наше соболезнование. Борис Анатольевич 12 лет посвятил музею Анны Ахматовой. И на ваш взгляд, как он повлиял на это удивительное и такое важное для Санкт-Петербурга место, как его присутствие отразилось на фонтанном доме? Вы знаете, он был тот человек, который умел видеть музейный организм целиком, от начала до конца. Потому что, на самом деле, по своей первой профессии он инженер-компьютерщик и занимался сначала в музее отделом безопасности. Ну, казалось бы, безопасность в музее – это важная вещь, конечно. Но он сделал так, что у нас изменилась вся система информационная. У нас возникла Wi-Fi. Это позволяло нам работать с внешним миром, с нашими посетителями. И до сих пор он в такой непосредственной связи, с абсолютным учетом тех изменений, которые происходили в нашей жизни, наших новых музейных программ, с учетом того, что хотели бы видеть люди, приходящие в музей, как они видят музейную жизнь. Скажем, последним его, последним его проектом была идея радио «Фонтанный дом», который у нас сейчас живет очень активно в музее. Вместе с ним мы два года назад открывали новую экспозицию, посвященную Иосифу Бродскому. И совсем недавно, буквально в пятницу, это было 13 октября, мы открыли после ремонта большого, серьезного в саду галерею «Сарай», маленькую галерею, но построенную так, чтобы там тоже было все суперсовременно, чтобы можно было работы художников, молодых художников города соединить с историческими документами, с историческим опытом жизни людей Ахматовского поколения, чтобы делать так, чтобы прошлое и настоящее соединялось в какую-то единую систему, как то, что нужно людям. Для нас это огромная, большая отрада, потому что Борис Анатольевич был человеком, соединявшим в себе вот этот профессионализм технический и открытость пространства культуры. И умение различать и дорожить в этом пространстве культуры, увидеть всякие ценности, которые важны сегодня людям. И с ним было очень легко, надежно и как-то очень глубинно вместе проживать то, чем жил музей, переживать это и слышать друг друга. Вот такое бывает, такие люди бывают очень редко в музейной жизни, поэтому для нас это неоценимо. Нина Ивановна, действительно, перечислять проекты, создателями которых был Борис Анатольевич, можно очень-очень долго. Это, как вы сказали, радио «Фонтанный дом» и «Шереметьевский квартал», музей театрального и музыкального искусства, театр на Литейном, вот полторы комнаты. Расскажите, может быть, в целом о его, наверное, масштабе личности на таком литературно-музейном поле Петербурга последних десятилетий. Ну вот то, что я сказала, понимаете, самым важным для него было сделать так, чтобы мы объединились все эти музейные состояния. Наши друзья, наши соседи в музее театрального и музыкального искусства, театрального и музыкального искусства, наши друзья в театре на Литейном, понимаете, чтобы театр в саду «Фонтанного дома», возможность устраивать музыкальные вечера в летнее время, джаз-фестиваль, посвященный, который у нас называется «Фронский драйв», это все было при его участии. И вот, как сказать, расширение, дело не в расширении даже пространства, а в соединении всех участников этого большого серьезного проекта, который в городе уже проходит около 12 лет, столько же, сколько Борис Анатольевич работал. Вот это было очень важно. Точно так же, как и этот проект, который он курировал, «Путеводитель», и я тут был. Вот мы сейчас получили еще грант на новый наш проект, который будет называться «Диджиталь Ахматова», рассказ, как бы сказать, соединения некоего изобразительного, театрализованного рассказа об Ахматовой, так, чтобы можно было с этим посетителю идти, держа в руках любой, так сказать, держа в руках свой компьютер, смартфон, чтобы можно было слово, предметный ряд экспозиции, пережить эту подлинность этого состояния и вместе с тем помочь человеку вот каким-то таким театрализованным способом, который можно было увидеть на экране, на смартфонах, соединить это все. Вот это действительно очень важное в нем качество. Соединить современные возможности, современный язык, которым живет каждый молодой человек сегодня, с чем-то таким важным, традиционным, глубинным, имеющим отношение к истории нашей культуры, вот даже с начала шереметьевской истории, в связи с тем, о чем мы говорили в предшествующем сюжете. Вот это важнейшая вещь. Понимаете, эту глубинную историю не удалить еще больше с уважением, с почтением к ней, но она далеко, у него другой язык. Нет. Вот он умел помочь нам найти тот современный язык, который бы эту глубинную историю превращал в острейшее современное эмоциональное переживание прошлого, чтобы это соединялось. Нина Ивановна, мы вас благодарим, мы еще раз выражаем от лица нашего телеканала и нашей программы соболезнования вам, всем родным и близким. Спасибо большое, что в этот день нашли время и вышли напрямую в видеосвязь с нашей студией. Спасибо. Спасибо.